Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но лучше перевести как «История» или «История неба и земли». Как эти буквы называются? Это «Т», «Тав», «Вав» — это «О», «Ламед», «Далет», «Вав» и «Тав». Это «Талдот». И все-таки, когда это слово появляется, это «Бытие 5-1». Написано, это «Книга поколений Адама». Но есть что-то пропущено, это «Вав». Вы не замечаете это на английском или на других языках. «Талдот» написан неправильно. Вы можете представить? Есть ошибка в Библии. Вы знаете, что можно это специально. Это почему надо посмотреть на еврей, потому что там... Вы замечаете эти ошибки. А что, Бог не знает, как написать слово «Талдот»? Или, может, Моисей забыл, как написать это слово? Но слово «Талдот» появляется 70 еще раз в Торе. И оно всегда неправильно написано. Нету этой второй буквы «Вав». Вы помните, что буква «Вав» — это шестая буква. «Вав» — это как гвоздь. На английском. Мне не знаю, как называется на других языках. Это связь или «и». Это «ито». Так «Вав» связывает два слова, две мысли, две идеи. И здесь мы замечаем эту связь. И этой связи не существует, потому что Бог создал все идеально. Но когда Адам согрешил, это связь между человеком и небом. исчезла. И Бог хотел показать нам это. И она остается отсутствовать до того, как другой человек рождается, который может опять сделать эту связь между небом и землей. И что мы замечаем? Может, это как бы выглядело. В Руф 4.18, когда говорит о родословии Перет, «Кто родил Давида, царя Давида». Это человек, который отсутствует, потому что Мессия придет через Давида. И это он принесет опять эту связь между небом и землей. Как я видел, как эта лестница связывает небо и землю. Матфея 1.1. Мы читаем об этих поколениях, родословия Ишио, и он сын кого? Давида. Он не говорит, что сын Иосифа, или сын Адама, или сын Абрама, или Нои. Почему-то так важно. Потому что все знали, что Мессия должен быть сыном или родословием Давидова. Это что многие верующие не понимают. Потому что у них нет связи с евреями. Матфея 1.17. Заметим, какой важен Давид. Итак, всех родов, от Абрама до Давида, сколько родов? 14. И от Давида до переселения в Вавилон, тоже 14 родов. И от переселения в Вавилон до Христа. Почему 14 так важно? Вот это первые 6 букв. Aleph, Bate, Gimel, Dale, He, Vab. Это первые 6 букв. И это какое число, не означает? Если он хочет написать 5, и не пишет «He». Для стиха пятого у них была бы буква «He». Видите, что 4 и 6 – это фиолетовая, это Dale и Vav. И если вы пишите слово «Давид», «4 плюс 6 плюс 4» – это 14. Когда евреи читали это, они заметили «Вау, Давид, Давид». Это подчеркивает, что это мессия рода Давида. Если вы не знаете, что Давида имя означает «14», вы не заметили эту связь. Давид – это связь. Сколько было Аврааму, когда Исаак родился? Сто. И мы замечаем. Петер 25, 7 дней жизни Авраамой, которой он прожил, было 175 лет. Итак, если Исааку, если Исаак 100 лет моложе, сколько было Исааку? Исааку, значит, было 75. Аврааму – 175, когда он умирает, а Исааку – 75. Вот это начало нашей Торы части. Петер 25, 15, 20. Вот родословие. Исаака, сына Авраамова, Авраам родил Исаака. Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жену Ревеку. Ревека – это была сестра Алавана. Так Исааку было 40. Это три года спустя, после того, как его отец не принес в жертву, он женился в 40, потом в течение 25-26. Исаак, потом вышел брат его, держись рукой своей запятой Исаака, и нарочено ему имя Иаков, Исаак же был 60 лет, когда они родились. Так было 20 лет. Он женился, когда ему было 40, и теперь ему уже 60. И так Ревека была бесплодна 20 лет. Это простая математика. Сказав это, сколько было Аврааму, когда родились Яков и Исаак, ему было 160. Он умер, когда ему было 175, значит, Исаак и Исаак знали свою дедушку 15 лет. Понятно это? И Яков и Исаак знали Авраама 15 лет. Но Яков и Исаак также знали Сима 50 лет. Сим жил больше, чем Авраам и Сара. Итак, Яков и Исаак знали его 50 лет. Сим умирает, когда им исполняется 50 лет. Что означает, это что Исаак знал Сима почти 100 лет. Вы бы хотели говорить Симом? Тот, кто был на этом корабле. И Яков знал Сима 50 лет. Авраам знал Сим. Это как Авраам. Когда мы говорим, что он был первый, который поклонялся Богу, но Авраам получил это из Сима, и Сим это научился от Ноя. Они все знают, что только был один Бог. И мы начинаем Бытие 9, 28, 29. И жил Ноя после потопа 350 лет. Можете я бы представить, жить 950 лет? Да, я не был против, если я был здоровый. Авраам знал Ноя 58 лет. Ноя говорил с Авраамом. И это почему Аврааму было так легко верить одного Бога. Бытие 11, 10, 11. Вот родословие Сима. И Сим прожил 600 лет. Можете вы представить, жить 600 лет? Это 500 лет после потопа. Что мы замечаем, когда мы смотрим на эту математику. Сим, который жил 600 лет, ему только было 390, когда Авраам родился. И он живет дольше, чем Авраам. Симу было 490, когда Исаак родился, а 550, когда Иаков и Исаак родились. потому что мы будем говорить о них, как они говорят о этой похлебке. Мне кажется, где-то здесь у нас есть, этот листочек. Я хотел вам показать, что здесь истории, когда Исаак продает свое первородство Иакову, им оба 50 лет. Им 50 лет. 7 умирает. Исаак уже 110. И Иаков и Исаак, им уже 50. причина, что Иаков... давайте прочитаем стих. мы возвращаемся в это через минуту. в бытие 25-21-23. И здесь 20 лет, Исаак просит, и здесь они борются в отробе. И она говорит, если это будет продолжаться, мне это не нужно. И пошла вопросить Господа. Куда она пошла? В Иерусалим, чтобы говорить с Симом. Сим еще был живой. Это с кем она говорит. Господь сказал ей, «Два племени во чреве Твое, и два различных народа произойдет из утробы Твоей, один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему». Это было сказано Ребеке, не Исааку. Мне кажется, это интересно, что Ребеке и не Исаак получили слово Божие в выборе по поводу Иакова и Исаава. Ребеке любил Иакова, Исаак любил Исаава. Это Ева, и не Адам, кто получил порочество о семени. Это Сара и не Авраам, которые распознали Божий выбор Исаака вместо Измаила. Это Мария и Мириам, мать Иосифа, а не Иосифа, которая получила первое тареление, это ангельское слово. И что мы замечаем в Божие 25, 27, 28? Дети выросли, Исаав человеком искусственным зрелом, а Иаков человеком кроткий. Некоторые переводят, что он дома любил. Другие говорили, что он был простой или тихий. Но еврейское слово «тамей», что он был истинный, честный человек. Он непорочный, без пятна. Что мы замечаем в Божие 25, 31, 33? И Иаков и Исаав им уже 50 лет. Исаав женился, когда ему было только 40 лет. Итак, Исаав 10 лет спустя. Он уже женат, имея детей. Может, мы думаем, что он переживал о первородстве, чтобы передать своим детям. А Иаков, который 50 лет, он не женат. Это он борется за первородство. Сим только умер. Куда это первородство переходит? Кто хочет перевести то, что Сим дает? Сим был и священник, и царем. И это будет кому-то передано. Я одно покажу перед тем, как мы перейдем. Сколько мы будем читать о том, как Иаков одеял одежду Исаава, чтобы обмануть отца. Но... И мы читаем, что им было 77. Когда они борются в этом первородстве, если вы заметите, Бытие 25, 31-33, «Накая, продай мне теперь свое первородство». Исаав сказал, «Вот я умираю. Что мне в этом первородстве?» Он только переживал о себе, о том, как это первородство ему поможет. И Иаков сказал, «Поклянись мне теперь». Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И Исаав потом возмущается, что ты украл это первородство. Нет, Исаав его продал. И мы знаем, что история Исаава был как первый шеф. Но здесь, после того, как он трудно поработал, он даже не хочет себе приготовить. Он берет хлеб и чечевичную поклебку, чтобы наесться. Вот это, как должны были хранить евреи. И тысячи лет. Вы заметите, это обед печали, это хлеб, и чечевичная поклебка. И так он делает это. этот обед плачет, потому что только Сим умер. И это уже разговор о том, кто получит первородство от Симы, кто будет священником и царем. И так Исаав пребрег. Мы знаем, что Бутея 14, 18 и 19, мы говорим о Мелкизадеке. Кто-то знает, что Мелкизадек означает? Мелек — это царь, царь Садек — это праведности. Его имя не Мелкизадек. Это титул, который этот человек приобрел. И он был царем Салимским. А где Салим находится? В Иерусалиме. И так Сим в Иерусалиме как царь. И это почему Ревека идет в Шем. Сим, он был царем и первосвященником в Иерусалиме. Его титул был Мелкизадек. И так Яков ходил в эту школу. И что мы завершаем? Исус 19, 6. Вы будете у меня царством священником. Они должны были быть и священниками, и царями. Но после исхода только те, которые от Иуды были царями, а те, которые левые, были священниками. Но в Захаре, когда Мессия возвратится, то будут все и священниками, и царями. В Иерусалиме 26, 34. Был отец 40 лет. Взял себе жену. Он женился на две семьях, Хитиян. Хитиян означает террорист на иврите. Не только это, но они были с земли Ханана. Подумайте об этом. Сим, он жив, пока им не остается 50. Он женился на хитиян. И так ему 40, когда он женится на Хитиян. И так, Сим знал хам, и все хананьян были прокляты. Если он слушал Сима, Исаа бы знал, что ему нельзя жениться на этом народе. Это почему Авраам не хотел, чтобы Исаак женился на хананьянке. Мы знаем все эти истории на корабле. Они все знали и слышали, что произошло с хамом. И как ханан был проклят. И так, что мы замечаем. Второй части будем говорить о перспективе. И я упомяну в этой части Тора так же. Но перспектива Исаавы было то, что он думал, что он умрет. Когда Исаак был свидетель Яков Исаава, он думает, что он тоже умрет. Но он живет еще 50 лет. У них была неправильная перспектива. Но ему было все равно о своих потомках, хотя у него была семья. Бытие 26.1.5 И был голод в земле, сверх прежнего голода, который был вне Авраама. И пошел Исаак к Авимилеху, царю Филисимскому. Это тот же самый Авимилех, которому Авраам пришел, сказал, что Сара моя сестра, и теперь опять Исаак повторяет вершевный век и его сестра. Господь явился Исааку и говорит, не ходи в Египет, как твой отец Авраам, живи в земле, о которой я скажу тебе, странствуй по всей земле, и я буду с тобой, и благословлю тебя, ибо тебе, и потом суд твоему, дам все земли си. И исполнил клятву, которой я клялся Аврааму, отцу твоему. Вы помните, что Бог обещал Аврааму, что твое синий будет, как звезды на небе, но же потомство твоего, как звезды небесные, и дам потомство твоему все земли си, благословятся всеми твоем, все народы земные. За то, что Авраам послушался глаза моего и соблюдал мои заповеди, повеления мои, уставы мои, законы мои. Когда-то об этом думали? Авраам и Моисей, они отделены 600 лет. Итак, Тора существовала перед Моисеем. Здесь мы читаем, Авраам соблюдал мои повеления, уставы и законы. Авраам Тора существовала тысячи лет перед Моисеем, но она вообще-то существовала пару тысяч лет перед Моисеем. Даже Адам и Ева знали Тору. Тора означает незакон, закон — неправильный перевод. Какое было первое повеление или инструкцию, которую Бог дал, не ест из того дерева? Итак, Тора была четко даже тогда, когда Каин и Авель делали жертвы, это тоже часть Торы делать жертвы, они знали разницу между чистым и нечистым, даже тогда, потому что Бог бы не принял нечистую еду как жертву. Бог не кушает нечистую еду, почему мы ее кушаем? В Петербурге 26, 12-15, во время два гола, что две вещи, которые вы нуждаетесь, еде и воде, потому что вам нужна вода для своих животных, чтобы потом их кушать, но вы также нуждаетесь воде так же. Так благословил его Господь и получил тот год вечминство сто крат. Так благословил его Господь, стал великим человеком всей и возвеличился больше и больше того, что стал весьма великим. У него была сада мелкого и сада крупного скота и множество пахотных полей. Великимляне стали завидовать. И что интересно, о том, что они завидовали, потому что эта неправильная перспектива может или благословить, или быть проблемой для вас. И если я живу с тем, который очень успешен, говорю ли я ему, чтобы он ушел, и я говорю, что ты делаешь, что ты так благословен? Если вы были умные, вы бы попросили, чтобы он вам показал и помог, чтобы мы могли его делать то, что он делает. Но мы замечаем, какие они глупые. И филисимляне завидовали ему. И все колодцы, которые выкопали рабы отца его при жизни отца его Авраама, филисимляне завалили и засыпали землею. Почему не использовать эти колодцы, если они у вас, и вы можете использовать воду, но они были глупые, и они наполнили это грязью во время холода. Я не знаю, если вы помните, но в 2005, когда Исраиль когда Израиль ушел с Газы, и это Газа, где филисимляне жили. Вы знаете, что пилистинцы сделали? У них очень много растили для Европы. Они избавились об этом и начали продавать эти металлы. Все от всего избавились, чтобы просто эти металлы приобрести. Бытие 26, 16, 17. Он говорит, что-то сильнее нас. И так он жил в Гераре. Если у меня был сильный народ возле меня, я бы сказал, оставайся здесь и защити меня. Я бы сказал, уходи отсюда. Они боялись этого, что происходит, когда мы живем в Астрахе. И это, что Исаак делает. И в дно выкопал Исаак колодцы воды, которые выкопаны были во дне Авраама, отца его, и которые завалили телесемляне по смерти Авраама и назвали им теми же именами, которыми назвал их отец его. Это пророчество, что все вы сейчас исполняете это пророчество. эти колодцы, древние колодцы, которые Авраам, Исаак, Яков выкопали. Мы опять их выкапываем. Похоже, как Исаак, мы также возвращаемся к этим колодцам, когда мы изучаем наши еврейские корни. вы углубляетесь или выкопаете эти в эту Библию, и теперь эта вода опять выходит с Торы. Мы опять выкапываем эти колодца. Тора похожа на колодец, но она была спрятана от верующих, была заполнена грязью. Не интересно ли это? И дальше читаем Библия 27.1 И вы увидите эту измену на английском, когда мы будем читать. Когда Исаак сосарился и притупились, притупило зрение глаза его, он призвал старшего сына своего, Исаава, он не говорит первородного сына, это интересного. Он говорит старшего сына. И сказал ему, сын мой, тот сказал, вот я, физическая слепота это метафор для духовной слепоты. Так, Исаак был слепой тому, кого он должен благословит. Ревека не было, но Исаак был проблем с зрением. Я думаю, если это слепота, которая была у Исаака и Якова, и в Бытие 40.10, 48.10, глаза же Израил притупились от цароси, не мог он видеть. Итак, он привел Ефрема и Манасу. И вот это духовная слепота, которая происходит. И временам 11.25, это очень важно понять. Это Павел говорит, не евреям. «Мне хочу оставить вас, братья, не ведя от тайны Исии, чтобы вы не мешали о себе, что зачаяние произошло в Израиле отчасти, отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». И что мы замечаем? Мы знаем с 1 Кремфианом 13.12, что верующие они видят тусклое стекло. Только часть знаем. Евреи тоже были отчасти слепые, они не полностью слепые. И поэтому христиан видят с одной стороны, евреи с другой стороны. И те, которые смирены видят обоих лент, видят полную картину. У мужа есть одна перспектива, у жены другая перспектива. И надо вместе прийти и посещать на оба стороны, чтобы они увидели полную картину. Это также, что происходит с евреями и верующими. Мы только отчасти будем видеть полное число мертвых. хочет, язычники были зрелые. Но это только будет часть, которая станет невестой. А Израиль и евреи то, что не ожесточение отчасти. Евреи только полностью слеп, чтобы принять светло-волосово, у кого глаза голубые, которые отменяют Тору и чьи последователи регулярно их убивают. Такое движение также игнорирует слепоту христианства. Хотя у нас была Евангелия последние 2000 лет. Христиане по-прежнему слепы, и не понимают, что он был евреем, и что они даже не знают его имя было Ешио. Так христианства тоже могут быть слепы в некоторых часах. Читаем Матфея 7, 22, 23. Но и скажут мне тот день, Господи, Господи, не от Твоего имени мы пророчествовали, и не Твоим именем бесом многие чудеса творили, и тогда объявлю им. Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Как вы можете пророчествовать и это считается беззаконием? Или занять бесов? Как это беззаконие? Или делать добрые дела? Это потому, что не просто использовать его имя. Когда человек говорит, я тебе заняю имя Бога, которое Павел проповедует. Но так не работает. Разница, вы это заметите, разница, что пророчество беззаконие. Как может пророчество во имя Божье быть беззаконим? Какой-то есть примеры? это важно. Я был католиком в 19 лет, потом я был спасен в это движение Пятидесятников. Я делал эту Пятидесятническую церковь. Я верю в эти дары. Но я хочу объяснить, как это может быть беззаконие. У нас были микрофоны, это 700 людей, которые выгодили и пророчествовали. и другие выгодили и говорили на языках и потом кто-то объяснил. Один подходит к микрофону и говорит, так говорит Господь. И потом продолжает говорить. И потом с другой стороны кто-то приходит к микрофону и говорит, так говорит Господь, это не я сказал. И потом другой подходит к микрофону и говорит, это оба то, что сказали, это не блат Бога. И я в страхе сидел, думал, что сейчас произойдет. И это почему главная причина, как эти все дела могут быть в беззаконии. Если вы хотите получить эту славу, а не даете эту славу Богу. Есть много пророков, которые хотят пророчествовать, потому что они хотят, чтобы люди прийти к ним, они и шли к Богу. Это почему я не верю в этих многих обманов. Если кто-то говорит, послушайте, что это пророк, мой первый вопрос – это исполнять ли они Тору. Потому что если они это не делают, то я им не верю. Исайя 42, 19, 21. Это печально. У него есть слуги, посланники. И он говорит, кто так слеп, как раб мой? Кто бы хотел слепого раба, который вам надо послать на 40 миль, чтобы что-то сказать? Это не произойдет. Или глупо, как вестник мой. Если вы стараете кому-то сказать что-то, а они вас не слышат даже. Как они могут кому-то передать? Он говорит, а это мои дети, которые слепые и глухие. Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал. Это как кто-то видит все эти тучи, это шторм, но не понимает, что ураган скоро придет. Они видят, но не замечают, что происходит. И он говорит, он не только-то говорит. Уши были открыты, но не слышали. Но есть люди, которые... Есть уши, которые слышат. Например, если кто-то говорит что-то своим детям, а они притворяются, что вас не слышат. У них есть уши, но они не слышат. Если кто-то что-то не видит, что бы вы сделали? Вы бы увеличили. Может, они не могут видеть маленькие буквы. Господа, он был, ради права своей, возвеличить и прославить закон. Он хочет, чтобы мы увидели с открытыми глазами. Луки 24, 15, 16. Это на дороге Маус. После того, как Иисус воскрес... Когда они разговаривали и рассуждали, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними, но глаза их были удержаны так, что они не узнали его. Их глаза были удержаны. Кого-то вина их не... Если Бог удержит ваши глаза, чтобы вы кого-то не узнали, это не ваша вина. Но заметьте это. Бог осветил глаза Исаака, потому что если он не сделал, он бы избрал Исаава. Это было то, что Бог ослепил Исаака. Наш процесс искупления был бы совершенно другой оборот. И что бы произошло с искуплением язычников? Исаак говорит в Бытие 27, 24. Он сказал, «Вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди поле, налови мне дичи, и про то вне кушание, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы воскресила тебя душа моя, прежде нежели я умру». Вот он умирает, Исаак, он уже благословит, но он не понимает цели Божьей, то, что Бог уже благословит Иакова. Это только и Ревека понимает. И Исаак еще живет 43 года после того, как он думает, он умрет. Читаем дальше. Бытие 27, 5, 10. «Ревека слышала, когда Исаак говорил кому? Сыну своему. Исаву. Сына своему». Она говорит, «Это не мой сын, это его сын». И пошел Исаак в поле достать и принесить дичью. А Ревека сказал сыну своему, Якову. Когда дети не послушали, они говорят, «Это твой ребенок». А если он послушный, это мой ребенок. Вот я слышал, как отец свой говорил брату твоему Исаву, «Семне и дичи, и хочу благословить пред лица Господня, пред смертью моей». Теперь, сын мой, послушай слов моих, что я прикажу тебе. Пойди в стадо, возьми, я приготовлю, чтобы он благословил тебя пред смертью своей. Бытие 27.15. И взяла Ревека, богатую одежду, старшего сына своего Исава. Они были в доме. Вот эта картинка. Как и Яков притворяется, что он Исав. Но вы знаете, что ему уже было 77 лет. Многие этих картинок неправильные. Они уже старше меня. Им уже 77. Это, что очень удивительно. И Яков, Израиль, он изменяет себя. Вы знаете, что учат, что событие произошло на Пасху, когда глаза Израиля плохо видели, и теперь Мессия приходит под прикрытием, чтобы принести благословение на Пасху. Это прекрасно. В Батии 27.19, я как сказал Суду Своему, я Исав, не старший, я первенец свой. Я сделал, как ты мне сказал. Стань, благослови меня. В Батии 27.27.29, он подошел, поцеловал его, и ощутил Исаак запах одежды, и благословил его. И он сказал, вот запах от сына моего, как запах от поля, который благословил Господь. Ты дай себе Бог от Росы Небесной. Роса Небесная, везде в Библии, когда мы читаем о Росе, оно подразумевается, что это воскресенье из мертвых. Когда мы читаем, что Исаак был посвящен смерти, когда Авраам был готов его убить на еврите, Евреям 11.20, веруй в будущее, Исаак, благословил Иакова, и Исава. Авраам сказал Исааку, он сказал, я верю, что он воскресит тебя, потому что Бог дал обещать тебя, и поэтому Исааку, который только 37, он не убежал, когда отцу было 137. Он был готов пойти на смерть, потому что у него была вера, которая была Авраама, потому что он верил, что Бог может воскресить его из мертвых. И это почему он воскресил и Исаакуа по поводу расселия этого воскресения из мертвых. Это еще один момент. Вы готовы? Вы готовы? Я медленно прочитаю это. кто-то что-то заметил? Ребекка и Ребекка только два сына. Почему Исаака и Ребекка были только два сына? У Ребекки были еще дети, почему мы читаем сыны матери? Только есть Яков и Исаак. Будет Господин над братьями, а мы думаем, что только у них один Исаак. Здесь множество. Господин над братьями, и поклонятся те сыны матери. Кто-то раньше замечал. Множество. Множественное число. И это что, удивительно. И это где английский не сильно хорошо переводит. Потому что на еврите потомки это может быть братья. Итак, все потомки Исаава поклонятся тебе. Все народы, те, которые произошли из Исаава. Не то, что у Иереки были другие дети, это потомки Исаава. И связано с Ростой и Воскресением. Исаия 26, 19. Оживут мир кредит твои, восстанут мертвые тела. Воспряните и торжествуйте поверженной в Праге, ибо роса твоя, роса растений, и земля изведнет мертвецов. И опять, Бутея 27, 32, 34. Исаак же, отец его сказал, кто ты? Я сын твой, первенец твой. И воскрепетал Исаак весьма великим трепетом, и сказал, кто же, который достал дичи и принес мне? И я ел, прежде нежели, и пришел, и я благословил его. Он не был благословен. Исаак, выслушав слова отца своего, поднял громкий, весьма горький вопль и сказал отцу своему, отец мой, благослови и меня. Но поймите, ему же 77. Давайте встанем и закончим молитвой. Наши децы царь, мы очень благодарны за все прекрасные дети, которые ты имеешь в этом здании, вокруг Соединенных Штатов, вокруг мира. Мы очень благодарны в этот день благодарения или в этот день благодарения. Я так благодарен за все, которые здесь и смотрят нас. Это не такое благословение. Ты не только хочешь их благословить, но также хочешь поставить свое имя на них. Я прошу, я верю, что те, которые слушают, они хотят исполнить твою волю. Они увеличат Тору, чтобы она была опять в чести. Я благодарю за те, которые приносят жертвы. Помяни нам всем, проставляя тебя. Мы хотим, чтобы свет сиял на тебе, а не на нас. Можем, чтобы твое слово было в честь, и как ты заслуживаешь. Во имя Иисуса. Аминь. Благословен ты, Господь наш Бог, Создатель и Царь Вселенной. Ты благословил нас твоей Торой и Правдой. Ты благословил нас всем советом твоего живого слова через силу твоего Духа Святого, через законченного дела Мессии Иисусу. Ты один посудил между нам жизнь вечную. Благословен ты, Господь наш Бог. Аминь. Можете идти на перерыв. Отец, мы хотим тебе больше принести, чем просто нашу песню. Мы хотим полностью себя отдать себе. Ты наш пастух. Итак, Отец, мы просим, чтобы ты ответил на нужды своих овец. Есть те, которые физически больны, эмоционально, психологически. Мы молимся о твоих детей, которых ты любишь. Мы хотим быть ходатайными и молиться о них. Те, которые в больницах или дома, мы также молимся о тех, которые имеют другие любые раны. Мы также молимся о верующих вокруг мира, которые страдают от гонений, особенно в мусульманских странах. В Сирии, где есть много верующих, которые в страхе, и мы также молим о них. о тех, которые имеют финансовые нужды. Может, они нуждаются в еде, в машине, в работе, в доме. Мы молим о тех, которые мы знаем, которые имеют эти нужды. Мы также молим в нашем народе и те, которые вокруг мира нас смотрят. Молитесь о ваших лидерах. никто не хочет быть этот народ, который Библия называет Казой. Мы хотим, чтобы пробуждение пришло. Но из этих стран, все эти страны, где люди нас смотрят, мы молим о них и за их лидеров. Также мы молим о Израиле, политических, религиозных. Мы знаем, что разделение в Израиле положено на то, что в США. Мы просим, что твоя воля исполнилась. Пусть твои ангелы охраняют твой народ. Во имя Ишио. Аминь. Вы можете присесть. готовы? Это будет очень интересно. Если вы помните, на прошлой неделе мы говорили о временах сезонах. Мы должны понимать времена и сезонах. Вот маленькая табличка. она объясняет некоторые моменты посредине Тоскини. Чтобы вы думали, что зима, весна, лето и осень. Есть три колена со всех сторон. На прошлой неделе мы закончили одну сторону. Мы знаем, что первым был Иуда. Их месяц Ниссан. Это первый месяц. Потом Исахар. Это второе колено. И второй месяц Ияр. Потом Зевлон. Это третье колено. И это месяц Иван. Рубин посредине, он четвертый. И он обозначает Тамуз. Он был лидером. Потом Симеон Ав, Гад Элол. Это на чем я сосредоточила на этой неделе. Кто знает, какое библейское событие, которое прошло в месяц Самуз? Да, твое день рождения. Конечно, конечно. Надо было знать, но может показать стих для этого, что произошло в Библии. Вы знали, что мое имя в Библии? Мое имя Марк Матвея Лука Билт. Можете в это поверить? Но для всех Марков в мире наш любимый стих Псалом 37-37 говорит, Марк идеальный человек. Но это слово Марк переводится как «обозначить идеального человека». что произошло в Томуз? Они поклонились этому золотому тельцу. Какой день? 17-го. 17-го. 17-го Томуз они служили этому золотому тельцу. Кто помнит, что произошло в месяце Ав? Храм был исцел и это было 9-го ав, это когда соглашатели принесли плохую новость, поскольку они обошли землю 40 дней. Это 9-го ав, значит весь месяц Томуз, это когда шпионы смотрели на землю. Так месяц Томуз это время сезон для знаний или видений. Они смотрят на землю. Они еще не заметили. Они увидели гигантов. Итак, это время когда или возможности этих гигантов. Если мы видим гигантов, растет ли страх нас, или мы думаем это прекрасная возможность, мы все видим то же самое, но иметь разные перспективы. Мужи и жены, может видеть то же самое, но иметь разные перспективы. Нормально. И это вопрос заключается в том, кто прав, или кто может оба правы, просто надо найти план вместе. И это, о чем мы будем обсуждать в этой части. Вы знаете, что имя Ру увидел сына, что она сказала его, она сказала, я вижу сына. Бытие 29, 32. Я изучала и родила сына, и нарекла ему имя Рувим, потому что сказала она, Господь призрел или увидел, призрел на мое бедствие, ибо теперь будет любить меня муж мой. увидеть сына. Но камень, также для Рувима, это Руби. Так мы говорим о четвертом колене, это Руби. Четвертый месяц, Томуз, то, что произошло, что это имя означает, и это его камень. Мы только читали о золотом тельце. Исход 32, 4, 5. Он взял из руки и сделал из него литого тельца, и обделал его резом, и сказали они, «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли Египетской, увидев сие Аарон, послав пред ним жертвенник». Так 17-го Томуза, это день, когда это литой телец, был построен и Моисей в США, и потом пламал эти 10 заповедей. И мне кажется, у США тоже есть это большой телец. Если вы идете на Уолл-стрит, это золотой телец. Потому что смысл всегда в деньгах. Что произошло 4-го июля 1776? 4-го июля? 4-го июля. Это когда Америка стала народом. Это даже было 17-го Томуза. Это день, когда мы стали народом. Это тот же день, когда они поклонились золотому телцу, и вот этот золотой телец весь Уолл-стрит поклоняется. Это их не Бог. В числах 13 они пришли с одной страны, и они пришли к какой город. Что там написано? У вас нет этого сиха на конспектах? 22 написано. Они пришли и кто это был в Хевроне? Это прекрасно. И мы читаем, где жили Ахиман, Сесай и Фалмей. Это одинаковые. Это числа 13-22. Это были три гиганта Ахиман, Сесай и Фалмей. Эти три гиганта это были сына Енаковы. оттуда пришли потом сына Енаковы. Но кто отвечал за Енак? Но кто был их дедушкой? 13-33. И видели люди великорослые. Там видели мы и мы были в глазах наших перед ними как саранча. Вот они видели себя как саранча. Они как саранча. Так они были перед ними. Как они знали, что другие люди думали? У них не было никакого представления. Их не проблема они смотрят неправильно. Это не на ваших конспектах, это просто на экране. Это 40 лет спустя, когда Иисус Навин входит в эту битовную землю и встречает Раав. И мы читаем, «Я знаю, что Господь отдал землю сию, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в ропость, ибо мы слышали, как Господь иссушил перед вами воду черную, когда вы вышли из Египта, как поступили с двумя царями амрейскими за Ироданом, Сеоном и Огом, которые вы истребили, когда мы слышали об этом ослабел сердце наше, и не сало духа против вас, ибо Господь Бог ваш есть Бог, на небе вверху и на земле внизу. Они тоже были в страхе. Эти большие гиганты были в страхе. Кто здесь боится паука? Или пчелу? Вы большие, они маленькие, но вы можете бояться. размер не имеют большого значения часто. Этот месяц Таммуз, я хочу чтобы вы поняли, это месяц зрения. Вы можете поверить то, что вы видите. Вы можете верить то, что вы видите. Это месяц Таммуз, когда это происходит. они высмотрели землю и они возвратились через 40 дней и пошли к Моисею, ко всему обществу сынов Израиля, к пустыне Фаран и принесли им и всему ответ. И показали, они смотрят на эти фрукты и рассказали, «Моги земле, которую ты послал, в ней течет молоко и мед, и вот плоды ее». «Но народ, живущий на земле той, селень и города укрепленные, весьма большие, и сынов инаковых мы видели там». Следующий стих, 32-33, и непосредственно плохую весть, там видели это сынов, мы видели в глазах наших, как саранчат, таким же были мы в глазах их. И это не вред от сынов инаковых, которые они видели там. Вы знаете, почему там написано «Земля кушать те, которые на ней живут?» Потому что они пока там были, было очень много похорон. Все эти люди умирали. Люди говорят, что Бог послал казнь, и все умирают. Это почему говорят «Земля, которые потому что там многие умирают, многие убиты». Они видят эти большие стены. Это одна перспектива. Может, кто-то сказал, у них большие стены, потому что они чего-то боятся. Все люди умирают, потому что Бог хочет, чтобы они были заняты спорными и даже не заметили, как они прошли через землю. Вы когда-то об этом думали? Вот здесь Бог всех убивает, и нам даже ничего не надо делать, но они не замечают. Вы видите, как два человека может посмотреть на другу на то же самое. А что Иисус Навин и Галев говорят? «Они боятся нас, Бог отойдет их к нам. Бог дает им время пройти, и никто бы даже не заметил их, потому что они всех хоронили». Это другая перспектива. вот они смотрят на три гиганта, которые на земле. На каком городе они находятся? Хеврон. Хеврон это где три больших гиганта. Это где Авраам и Иака были похоронены, и Бог взял с ними завес, чтобы дать им эту землю. Они не видят эти три духовных гиганта в земле, которые Бог обещал отдать им землю. Все что они видят эти три физические гиганта. У них нет духовных глаз, чтобы видеть. Ив 14, 9 «Не восставайте после Бога, в ней и бить народ, ибо Он останется нам на сиденье». Они оба видели то же самое, что Иисус Навин и Халев тоже видели. И они говорили, Бог позаботится, Он убьет их перед тем, как мы придем. Они так заняты, что они даже нас не заметят. У них эти большие стены, потому что они нас боятся, а все другие смотрят с неправильной стороны. Я был, где были похоронены Авраам, Исаак, Яков, и Сара, и Лея, и Ребекка. Я там был. Вот здесь. Это два квадрата. Это меньше, чем полмиля. Эта местность, это Хеврон. А эта местность Кириат-Арба. Это где, в основном, мусульмане живут. Но что прекрасно, что Кириат-Арба означает? Она здесь существует до сегодня. Кириат означает город. Это город или местность, где жил А-Арба. А-Арба. Это где, это пещера, где были похоронены Авраам, Исаак и Яков. И на куголь Мапс называют Маск Авраама. И это в городе Кириат-Арба. Иисус Навин, 21, 11, 12. Дали Халеву Авраам. Это был отец Анака. Вот это три гиганта, кого отец Анака, а их дедушка был Арба. Если вы видите Хеврон, вы увидите место, где гиганты были, и они их увидели. И это так прекрасно посетили это место. Мы посетим там же Маск. И это даже где похоронен Руф. Кириат-Арба. Оно существует до сегодня. И это место, где сын Анака, кого имя Араб, и это существует даже сегодня. Это Ибрахимия мечеть. И это пещера, где Авраам и Исаак Яков были похоронены. Это дорога с этой стороны мусульмане, с этой стороны евреи. Мы ехали когда-то на автобусе и ездили. Я всем подожжем сказал, не переходите на другую страну, где магазины мусульманов. И эти магазины и рестораны еврейские, оставайтесь здесь. Мы выходим, и приходим в эту пещеру. Но была одна девушка, которая 19 лет, она думала, что мы что-то дискриминируем. Она перебежала на другую сторону, и мы все на этой стороне. И она переходит на другую страну, и приходит в этот мусульманский магазин, и человек, кто там, решает бросать ее, ударять ее, и начинает кричать, его сын, мой сын был там, и он увидел ее, спас. Это сын Кристофер. Но ты исполнил всю поездку, что нам надо оставаться 8 часов, и никуда не ехать, потому что надо было, чтобы полиция написала об этом, и поэтому, когда мы говорим, наше поездку куда-то не идти, у нас есть причины. Это, читаем, Чистофер 15, 38, 39, «Объявися нам Израилам и скажи, что они делали себе кисти на краях одежи своих и рода их, кисти, которые на краях, вставляя не те с голубой шерсти, и будут они в кистях у вас для того, чтобы вы смотрели на них». Бог знает, что мы зависим от нашего зрения. «Вспоминали все заповеди Господни, исполняли их, и не ходили все от сердца вашего, нячей ваших». В Танах и в Торе мы читаем, «Каждый человек делал то, что было правильно в их глазах». Тысячи людей, все тысячи думают, что они думают правильно, и мы знаем, что из этого происходит проблема. Они делают то, что правильно в глазах Божьих. У каждого есть разная перспектива. Я хочу, чтобы это стало реальным для нас. Как другие смотрят на вас, зависит от того, что они видят. Может, некоторые думают, что ты очень грубый, а другие думают, что вы самый добрый человек. Они не знают, что происходит в вашей голове. Вы можете делать что-то доброе, а они могут что-то верить, что что-то неправильно делать. Да, вы делаете что-то доброе, а они думают, что вы грубые. Другие на нас смотрят, на нас по-другому, чем мы себя видим. Как вы видите себя, это очень часто отличается, как другие вас видят. У каждого есть свои идеи. Так кто прав? Я дам вам другой пример. Как мы видим Христа? Когда мы говорим к людям, когда мы говорим о Христе, видят ли они это, или они видят, что с другой стороны экрана? Это их мирозрение. Как мы видим Бога? Я знаю, когда я был молодой. Я думала, как Тор, который бросает молнию на тех, которые непослушны. А другие думают, что Бог их не отец, как судья, брат, спаситель. У нас у всех есть разные отношения о том, как мы зрим Богом. И каждое мирозрение разное, и поэтому, может, наше мнение у них не всегда правильное. Никто никогда точно не правильный в своих пониманиях. Я люблю слышать, что все говорят, потому что я верю, что жизнь, как это пазл, где много кусочков. Я хочу ваших кусочек и мой кусочек, чтобы иметь лучшую перспективу. Я не думаю, что я все знаю, когда я перестаю учить, а тогда проблемы начинаются. Я хочу учиться всех, потому что все сделаны по образу Божьему, и у них есть разные понимания, обоих, о которых я никогда не думал. Некоторые смотрят, что он просто благодать, другие думают, что он просто закон. Но я так его не вижу. Вы знаете, что люди ищут Бога, который искусственный интеллект, которого они могут служить. Это что было написано в новостях. Искусственный интеллект Иисус проверяет человека, веру в машинках. Я не знаю, кто вырос, католика, но есть это место исповедания. Вы можете сидеть в той комнате, другая комната, где экран, и священник. Вы можете исповедаться в своих кряхах, потом священник делает, что ему надо. Они делают это в католической церкви. Итак, они посадили Иисуса искусственный интеллект. Они исповедовали этому человеку, который потом бы говорил им стихи из Библии. Конечно, есть искусственный интеллект бога буддистов. В них есть разные боги для разных религий, которые отвечают на их вопросы. Это что происходит на той планете, на которой вы живете. чисто 16-14. Привел ли ты нам в землю, где течет молоко, мед, дал ли нам владение поля и виноградники, глаза людей, сих, кто хочешь осепить. Не пойдем. Он мне вред. Мы все чисто видим. Ты не можешь нам сказать что-то правда. Мы видим. Но они неправильно видят. Число 17-8. На другой день вошел Моисей, он берет эти 12 жезл, и потом жезл Ааронов, Адама, Левина, не только развела, но опустила почки и дал свет, и принесли миндали. И Бог говорит, вот, посмотрите на это. Это, конечно, великое чудо. Число 21-6-9. Мы читаем этих змей, ядоведых змеев, которые кусают людей, и они умирают. Что интересно, это эти ядоведые змеи, которые кусают людей, Моисей молит Господу, ведь собери удалил этих змей. И говорите ему, Бог, сделай себе змея, и когда взглянут на него, останутся живы. И этот змей, который принес им смерть, они смотрят на другой змею и приносят им жизнь. Какая у вас перспектива, когда видят, когда смотрят на этих змеи? Число 22-2. История Валака и Валама. Валак, сын Зефора, что он сделал? Он видел, что изразил Амария. 23. Потом ослица увидела Ангела Господня. Ангел Господень прямо перед ним. Ослица видит, но Валам даже не замечает. Иногда люди видят, а иногда ослица видят, а люди не видят. Число 22-31. Открыл Господь глаза Валаму и видел он Ангела Господня. Так этот месяц Томоз будем ли мы видеть физическими глазами или духовными глазами? Месяц Томоз это месяц испытаний. И вопрос зависит от этого. Когда мы видим, что происходит, будем ли мы смотреть с перспективной земной или с небесной перспективы? Число 25-6-7. И вот некоторый сыновь пришел и привел Мадильтянку в глазах Моисея и в глазах всего общества, когда они плакали, чтобы Бог вмешался, и потом Финистин и Лизара, сын Ароны Священка, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свою копию. И их наказал за то, что они делали. Все видели, все молились, но надо понять, что надо больше делать, чем молиться. Кто-то должен встать и действовать. Очень часто мы видим зло, но мы не хотим действовать, мы просто молимся о нем. Это возвращается к Холокасту. Люди видели, что происходит к евреям, да, они молились, но не хотели действовать. Это, поэтому нам надо быть поколение, которое, когда мы что-то видим, мы должны быть в Финистин и действовать. Весфирт 3.5, когда увидел Аман, Шамардахи не кланится и не падает перед ним, то исполнился гнева Аман. Мы должны понять, когда люди полны гнева, они будут видеть нас по-другому, чем тот, кто никак участвуют в этом. И надо тогда уйти с этой ситуации, чтобы мы могли видеть и не быть эмоциональными. И когда мы читаем о Мессии, Исаия 11.3, И страхом Господнем исполнится и будет судить не по взгляду честь своих и не по слуху честь своих решать дела. Как он будет решать? Он посмотрит на ваше сердце. Он видит, что мотивирует вас. Даже Бог несуя то, что он видит, то, что он слышит. Бытие 3.6, И видела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз, и вожделено и взяла плодов и ела и дала также мужа своему и он ел. 7 стих. Открылись глаза у них обоих. И вдруг они начинают видеть все с другой перспективы. Это почему месяц это месяц, чтобы молиться, чтобы вы, мы видели все с перспективы неба, не с земной. 4 царств 25.1.4 9 это когда Невогоносор готовится, чтобы истребить Иерусалим и храм. И мы также поговорим о царе Сидеке. Сидеке был царем 11 лет, и это когда храм был истреблен в 11-й годе его правления. И мы читаем 9-й год царствования своего в 10-й месяц. Какой 10-й месяц? Это экзамен. Легкий. Начинается с Т. Тавет. Тавет. 10-й месяц в 10-й день месяца 10-го Тавет пришел на Вогоносор царь Вавилонский со всеми войсками Своим и осадил его и строил вокруг него вал. В Иезекииле 24-25 Бог говорит Иезекииле. Я хочу, чтобы написал имя этот день, потому что это день, когда невыгодно окружил этот город. Это был 10-й день 10-го месяца. Тавет. Два года спустя 11-й год 9-й день месяца 4-го месяца был этот голод и не было хлеба у народа. Какой 4-й месяц? Там Муз. Это месяц, который мы сейчас изучаем. Так 2-й года спустя в месяц Там Муз не было хлеба. Почему не было хлеба? Город был окружен и они не могли выходить с города и никто не мог войти в город. И это почему не окружает? Чтобы голод пришел, чтобы люди потом вышли из города. И не было хлеба. Иеремия 52-6-7 Это уже он сидит в городе. Он чуть больше объясняет, что происходит. В 4-м месяце, 9-й день месяца голод в городе усилился. Не было хлеба. и сделал пролом в город и побежали все воины и вышли из города ночью вратами, находясь между двумя стенами полицарского сада и пошли на дорогу в степи. Ходей же были вокруг города. И что дальше происходит? Они проломливают эти стены и на выходной сад теперь может войти этот город. Потому что они наконец-то разломали эти стены после 2 года. Угадайте, какой день эти стены были разрушены? 4-й месяц. 17-го Томуза. Тот же день, когда они поклонялись этому золотому тельцу тысячу лет перед тем. Это тот же день, в котором стены были разломаны. Это тот же день, когда римляне также разрушили эту стену. Повторение и также в 2006 году, когда Ливан воевал против Израиля, тоже началось на 17-го Томуза. Томуз. Севера. И Навуган тоже с севера пришел. Когда мы это связываем, мы понимаем, что это Бог действует. Это не случайность. 4-й царь 25-6-7 И взяли Седеки стараться убежать. Взяли царя и отвели его к царю Вавилонскому в Риву и произвели над ним суд. И сыновей Седеки заклали пред глазами его. Седеки осыпили глаза. И каком это месяце произошло? Томуз. Это месяц зрения. И имя Рубим означает «Видеть сына». И они говорят Седеки, «Вот, ты видишь сыновей, теперь нет этих сыновей». Это все происходит в месяц Томуз, в месяц Откровения. Эзеки 1, 1, 3. И было в 30-й год, 4-й месяц. Какой 4-й месяц? Томуз. Это тоже произошло в Томуз. Пятый день месяца, когда она родилась среди переселенцев в реке Гавара, отверзлись с небеса, и я видел видение Божие. Пятый день месяца, это был пятый год от пленения царя Якима. Что мы видим? Это был Томуз, что вы можете увидеть эти видения от Бога. Есть месяц Томуз, когда мы должны искать видение и видеть его план, и не смотреть с нашей перспективы. Захарий 8, 19. Это большой экзамен, так посмотрим, как внимательно вы смотрели. Захарий это порочество. Так говорит Господь. Пост четвертого месяца. Пост четвертого месяца. Томуз. Какой день? 17 Томуза. Пост четвертого месяца это день, который поклонился этому золотому тельцу, когда эти стены также были разрушены. И пост пятого. И что пятого месяца? Это месяц А. И когда они посятся девятого авгу, когда храм был осъяблен, этот пост, это день, когда храм был осъяблен. И пост седьмого месяца. Какой месяц седьмой? Тишри. Это второго тишри. Это когда евреи убили своего владельца, тот, кто был в правительстве не какой десятый месяц? Тавет. О каком последнее говорят в десятом месяце? Это десятого тавет, это день, когда Новых Носер окружил храм. Я не знаю, кто здесь пятидесятники, или выросли пятидесятниками, или верят пророчества, если вы верите в пророчество, но вы не знаете библейский календарь, вы слепой пророк. Потому что это пророчество. Вот эти четыре поста, которые происходят в последние две тысячи лет, все делаются для Дома Иудиной радостью, веселым творчеством, только любите истину и мир. Если вы не знаете, когда эти события произошли или совпадают с нашим календарем, как вы знаете, когда это пророчество исполнится? И не только есть многие, которые пророчествуют, потому что они хотят, чтобы люди пригодили к ним. Это почему они пророчествуют. они хотят иметь силу, иметь контроль. Но мы должны понять, есть люди, которые дают пророческие книги и хотят прослушать, что пророк сказал по интернету. Мой первый вопрос, исполняют ли они Тору? Если они не исполняют Тору, я не верю, что они говорят. притча 29.18. Без откровения свыше народ не обузан, а соблюдающий закон блажен. Почему? Потому что закон — это свет. Закон — не свет, Тору приносит свет. Это стихи на еврите. Если у вас нету видения или зрения, нету Торы. Но когда вы знаете Тору, вы знаете у вас есть зрение. Платиремия 2.9. Ворота ее вдали землю. Он разрушился, крушил запоры царью и князя ее среди зычников. Не стал закона, и пророки не сподобляются видений от Господа. Пророки без Торы у них нет видений. Они неправильно видят. Оно было испорчено. У вас есть Библия, которые люди изменяют. И многие из этих пророков, которые отвергают Тору, они изменяют эти видения. Притча 6.23. Тора есть свет. Какое еврейское слово для заповеди, и вот это слово митву, вот это сосуд, митвот, и свет, и свет это Тора. И что означает, когда мы исполняем заповеди, дает бензин или силу свету в темноте. Люди не видят этот свет, пока они не посмотрят на ваши действия. Когда они видят, что вы добрые, они говорят, вау, я вижу, что этот человек добрый, и потом они начинают видеть этот свет. это все основано на наших действиях. Мы не делаем Тору, чтобы спастись, мы исполняем Тору, чтобы Божий свет сиял в темноте. Понятно ли это? Мы не делаем дела, чтобы мы могли быть спасены. Мы должны быть спасены, чтобы наши действия имели значение, чтобы мы могли включить этот свет, чтобы люди могли видеть, и что они видят, они видят, как мы добрые. Я это было очень давно, мне было 19, я был часть этой группы молодежи, они оставляли в разных городах США, и наша работа была проповедовать, и мы делали много невероятного, мы жили в домах людей, и мы просто так делали эти добрые дела. Когда мы приели в этот город, мы ходили в тот самый ресторан всю неделю, тот самый Микдональдс, мы приходили каждый вечер. Вот эта группа 7-8 мальчиков, потому что девушки на отдельном машине ездили, и мы никогда ничего не делали, но когда мы ходили, мы бы все убирали, другие сала, где они были убраны, и мы выбрасывали. И все менеджеры, все работают там, заметили. Мы сделали это на следующий день, убрали после других. И на третий день менеджеры нас спрашивают, кто вы такие? Что вы делаете? И потом мы сказали, мы должны помочь, и они сказали, мы сегодня заплатим за вашу еду. но когда люди делают, видят, что вы что-то делаете, это самое лучшее свидетельство. Свидетельство это действовать. Вы видите, как люди выбрасывают мусор, и что я очень рано заметил в бизнесе, люди говорят, делайте то, что невероятно. я просто в этом здании поднимаю этот мусор, и вот люди смотрят, вот, этот человек, ему не безразлично, и это важно для многих. Матфея 5, 16, «Пусть вас так стоят перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли вашего Отца, который на небе». Почему есть этот стих, Бог говорит, он видит всех этих людей, и он говорит, «Мы делим все эти чрезвыча в твое имя». Он говорит, «Я вас не знаю, вы делаете беззаконие. Как занять бесов во имя Иисуса быть беззаконим? Как пророчествовать во имя Иисуса быть беззаконим? Вы знаете, Знаете, как? Потому что они делают это, чтобы прославить себя, чтобы их служения росли. Они не делают, чтобы прославлять Бога. «Смотри, какой я великий пророк. Я пророчествовал. Я говорю пророчество, и поэтому все должны приходить ко мне». Это люди, которые действуют, чтобы люди приедали к ним, чтобы прославить себя. И когда они это делают, да, они делают, что им Бог говорит, но они делают для своего служения, не чтобы устроить его царство. Марка 8, 22-25, вот слепой, и прикоснулся к нему. Он видит, как люди, как деревья. Он еще четко не видит. Потом опять его тронул, и потом опять полностью начал видеть ясно. Очень часто мы видим, но мы четко не видим, или точно. Мы не все точно видим. Это напоминает что-то другое. В саду, когда мы читаем, Адам нуждался помощницей, так Бог сделал Еву. Неправильно написано, и мы потом исправили в Библии, на которой я день работаю, чтобы помочь ему. Это неправильный перевод. он создал кого-то для Адама, кто бы дел вызов Адаму. Это тот, кто бы стоял против него, или давал ему вызов, что очень часто у нас только одна перспектива, и мы нуждаем себя, чтобы кто-то другой дал нам вызов, или стал против нас, или спросил о нашем мышлении. Не то, что мы неправильные, мы все нуждаем себя в этом вызове. Это нужно. Это правильный перевод, который мы упомянули, будем использовать в нашей новой Библии. Это правильно, что надо делать. Не интересно ли это? 1 Коринфянам 13.12 Это о верующих. Теперь мы видим сквозь тусклое. Только мы частью знаем. Кто верит, что верующие видят тусклое? Мы видим, как эти люди, как деревья. Мы только часть знаем. Римлянам 11.25 Это говорится в Израиле. Ничего ставит вас в неведении тайны, чтобы вы не уменьшали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчас и до времени, пока войдет полное число язычников. Бог специально ожесточил Израиль. Верующие видят часть, евреи видят только часть. И только когда люди смирят, только тогда они могут увидеть полную картину. И пока войдет полное число язычников. Не число какое-то. Полная это зрелость. Бог ждет, чтобы язычники выросли. Он не хочет, его невеста была ребенком. Он ждет, чтобы верующие ушли от этого учения неправ учений. И в Откровении 3,17-18 он говорит к верующим, не к неверующим. Вот церковь в Новом Завете, которая слепая. Что делать, чтобы они были слепые? 1 Иоанна 2,19-11 «То вредит, что он во свете, ненавидит брата своего, тот лежит во тьме. А «Кто любит брата, тот пребывает во сне, и нет в нем соблазна. А «Кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, кто идет, потому что тьма ослепила ему глаза». 2 Петра 1,5-9 «То вы, предлагая к всему все сранье, покажите в вере вашей добродетель, добродетели, рассудительность, рассудительность в одержании». Воздержание терпения. «Если это вас и умножается, то вы не останетесь без успеха и плоды в познании Господа, а в ком нет всего, тот слеп». Это что? Сделать, чтобы мы были слепые, потому что мы ненавидим других. Когда мы ненавидим другие группы людей, другие народы. Это делает слепоту. Читаем дальше. Исайя 6,9 Иссан, «Пойди и скажи этому народу, слухом слышите и не разумеете, лучами смотреть будете и не увидите». Они слышат, но не не разумеют. Кто когда-то вам надо было кого-то спросить? Ты даже меня слышишь. Они вас, они вас слышат, но они не понимают вас. или не видят, но они не видят. Четвертый царь, 6,15-17. Он утром проснулся, и вот армия, которая окружает «И это слуха говорит, что нам надо, что делать?» «Не бойся, те, которые нами, больше те, которые против нас». И он сказал, «Открой глаза». Открой ему глаза, чтобы он увидел, и открыл Господь, и он увидел, вот сегра наполнена конями и колесницами. «Месяц Томуз» это месяц, когда мы, у нас есть глаза веры или глаза побеждения. Видим ли мы гигантов, гигантов, или мы видим возможности? Я дам вам быстрый пример. Посмотрите на это. Кто-то видит числа или номера? Вы знаете, есть много, которые не видят цвета. Из-за их перспективы здесь нету цифр. Они дал тоник. И они не видят цвета. Я не думаю, что они правы, но они дал тоники. Очень часто мы верим, что наша перспектива один правильный способ и не верим, когда другие говорят. Это происходит. Например, что мы здесь видим? Сион. Если вы видите Сион, евреи не видят еврейские буквы, они увидят это. Они живут в Сионе, когда они слышат Сион, они не увидят слово Сион, они видят Иерусалим. Они видят больше, чем человек, который никогда не был в Сионе. Когда я смотрю на Сион, я вижу буквы, которые Давид использовал. Это первое, это как крючок, чтобы ловить рыбу. И последняя буква это рыба. Итак, Сион, когда я вижу на Сион, я вижу, что надо ловить рыб. Когда Христос сказал, что мы были рыболовцами, последние две буквы на еврейском, это ювейхад, это рука и гвоздь. И тысячи лет перед тем, как Христос был рожден, когда Давид написал Сион, он написал крючок и рыбу. И чтобы словить, это рука Христа, которая была пронзена. Когда я вижу Сион, это что я вижу? Что вы здесь видите? Кто видит луну? Когда вы видите луну, куда? Вы думаете, вау, луна. Но когда я думаю о луне, я не вижу просто луну. Или когда вы видите звезды? Я не вижу звезды. Когда я смотрю на звезды, я думаю об обетовании, которое Бог дал Аврааму Исааку Иакову. Он сказал, я умножу твое семя, как звезды. И все, что я обещал дам твоему семени. Когда я смотрю на звезды, я вспоминаю этот завет, который Бог дал Аврааму Исааку Иакову. И когда я смотрю на луну, что я вижу? Солом 89. Я не обману Давиду. Его семя будет всегда существовать. Его трон будет как луна. Это будет свидетелем как луна. луна. Когда я вижу солнце и луна, я вижу это обетование, которое Бог дал, что еврейский народ будет существовать навсегда. Когда я смотрю на океан, я вспоминаю Аввакуум 2.14. Земля будет наполнена зданием, как Слава Божия наполняет море. Некоторые видят свет, другие видят луну. А я вижу Божьи заветы, небеса проповедуют Славу Божью. Когда я смотрю на небо, я это вспоминаю. Месяц Таммуз, это приблизительно наше июнь или июль, это месяц зрения, когда мы проверяем нашу веру, это когда мы решаем, будем ли мы делать то, что правильно в наших глазах, или то, что правильно в глазах Божьих. Это сезон, в котором это находится. Я хочу закончить этим. Я ково мучаем человеку, который сомнений о том, как эта волна. Одно в еврейском народе это что они упертые. Но это даже их сила, что они могут быть уперты. Не только их сила, но также их слабость. Это почему после 2000 лет, потому как они вокруг мира, они могут возвратиться назад в Израиль. Если у них есть идея, они не отпускают эту идею. Это почему Бог их назвал своими. Он сказал, что евреи не отдали бы Тору. Он сказал, что верши никогда бы не отдали Христа. И тебе надо привести мессия, чтобы люди поняли, что Иисус есть Тора. 40 лет в пустыне. 70 лет Моисе была самая трудная работа. Вел этот народ, которые не были послушными. Как Бог описал как упертые. О силе верующих и их слабости. Как у них сила. То, что они полностью посвящены к этой идее. Это почему они существовали последние 2000 лет. Они всегда верили Богу. И существовали больше, многие другие народы. И они готовы умреть за то, что они верят. Какая у них слабость? Это идея, что они должны быть идеальны. Например, на батарейке надо иметь это позитивное и негативное. Это что они уперты к этой идее, что все евреи думают, они правы. И все евреи думают, что они изменят мир своим способом. Это группа, которую очень трудно соединить. И невозможно вести. Даже сейчас с этой стороны легче это что кто-то сказал. Это еврейский человек сказал. Легко контролировать китайцев, чем пару миллионов евреев. Это настоящая история. Это смешная история, которая показывает эту идею. Был митинг президент Хэри Трумэн и премьерминистр Гайл Майер. Трумэн, царь, говорил, как трудно быть президентом страны, где 200 миллионов людей. А Голден Майер ответил, ты не можешь представить, как быть премьерминистром страны, где 2 миллиона премьерминистров. Они все думают, что они господины. В каждой армии офицеры это те, которые дают повеления, а в израильской армии офицеры должны все объяснять. Сказав это, давайте встанем. На следующей неделе мы будем смотреть на эти сезоны, и что они означают духовно. Но теперь вы знаете 4-й месяц это Томуз. Это связано с Рувимом. Это время делать то, что правильно в наших глазах для Божьих. Наш Отец и Саня, мы так благодарим за Твое Товару. Я прошу, чтобы он дал нам глаза, которые по-настоящему видят. Мы не хотим просто видеть, мы хотим понять. Мы хотим слышать. Ты не только хочешь нас благословить и дать нам все это, но ты также хочешь поставить свое имя на нас, как сказал Аарону, на благословите Господь и сохраняй Тебя. Добрый день, Господь, светом лицем Своим и помилуй Тебя. Добрый день, Господь, для себя и даст всем мир в это прекрасное имя. Аминь. Увидимся на следующей неделе.